Представляю аналитическую службу группы компании «Эвка». Сразу оговорюсь, я не сельхозтоваропроизводитель, не фермер. Я, что называется, по другую сторону, тот самый плохой переработчик, который не платит вам 50 тысяч рублей за тонну. Ну это немножко шутки. Хорошо, вы что-то платите регулярно. Да, но тем не менее, как мы видим, далее сейчас будем смотреть на слайдах, продолжаем увеличивать подсолнечник, как ни странно, и рапс, и сою. Забегу вперед. О чем мой доклад? Я не сельхозтоваропроизводитель. С точки зрения рентабельности, какие три фактора учитываются в доходности? Себестоимость, урожайность и, соответственно, цены реализации. Если по себестоимости мы выслушали доклад Александра Валентиновича, два доклада по погоде, то что будет ценами реализации? То есть какие факторы будут влиять и влияли в текущем сезоне, продолжат влиять и будут влиять в следующем сезоне? Вот на этот вопрос я постараюсь ответить и быть вам несколько полезным. Но вначале... Почему-то не отображается весь слайд. Весь слайд? Да. Может быть масштаб чуть-чуть меньше. Да, отлично. В начале три слайда – это небольшое предисловие. Мы решили посмотреть, какой в принципе рынок масличных культур был и какой стал. Ретроспектива порядка 20 лет. Что мы видим? Мы видим, что за последние 20 лет площадь под масличными культурами выросла на 9,4 миллиона гектар. В то время как общие посевные площади в России выросли на 3 миллиона гектар. То есть происходит замещение под зерном зернобобовыми культурами. На фоне чего мы видели предыдущие доклады о рентабельности, доходности выращивания масличных культур. Масличные культуры всегда были и на данный момент остаются относительно высокодоходными культурами. Что касается валового сбора, если мы говорим, что площадь под масличными культурами выросла в 2,5 раза с 6 до 16 миллионов гектар, то валовый сбор масличных культур, основных трех масличных культур подсолнечник, соя, рапс, вырос... Опять не весь слайд. 50% взял. Еще, еще поменьше. Муши взял. Еще. Нет, не видно. Вам нужен нижний слайд? Нет, этот, но у нас же здесь не до конца динамику видно на этом слайде. Давайте 75 попробуем. Давайте 70. Я могу перелистывать на компьютере, если надо. Так, коллеги, посевная площадь под тремя основными масличными культурами выросла в 2,5 раза, при этом валовый сбор увеличился в 5,5 раз. То есть какой еще фактор повлиял на рост валового сбора? Конечно же, урожайность. Культура производства существенно выросла за последние два десятка лет, при этом и определенные происходят изменения в климатических условиях, в основных регионах выращивания масличных культур. То есть было 5 миллионов тонн, стало 27 миллионов тонн. За счет чего обеспечивается вот такой существенный рост масличного сырья. 90-95% рынок реализации масличных культур в России – это переработка, внутренняя переработка. Соответственно, на данном слайде представлены балансы трех растительных масел. Потребление растительных масел – это нижние столбики, они указаны темным цветом, и экспорт масел указан зеленым цветом. Соответственно, мы видим, что последние 20 лет потребление растительных масел в России выросло на миллион тонн, а динамика экспорта, ну, по сути, с нуля до 6,6 миллионов тонн. Мы прогнозируем, в этом сезоне будет экспортировано растительных масел. То есть, соответственно, большая часть вот этого развития растеневодства по масличному комплексу происходит за счет переработки, реализации готовой продукции на экспорт. Внутренний рынок мы говорим о полном насыщении. Что такое 6,6 миллионов тонн экспорта масел в целом для мира? Какую роль занимает Россия по данным показателям? Это первое место в экспорте подсолнечного масла в данном сезоне, мы полагаем, займет. Второе место в экспорте рапсового масла, и здесь мы уже несколько лет занимаем это место, несмотря на относительно скромные урожаи по отношению и Канаде, и Европейскому Союзу. И четвертое место по экспорту соевого масла. Как ни странно, тоже совсем уж скромным урожаем сои по отношению с какими-то мусорозными урожаями в Бразилии 150 миллионов тонн, в США 120 миллионов тонн, мы как-то умудряемся еще поставлять соевое масло на внутренний рынок и входить в топ-5 стран. Вот теперь, коллеги, давайте перейдем к факторам ценообразования. Мы вместе с организаторами определили, наверное, главные факторы ценообразования, которые складывались в текущем сезоне и будут складываться в следующем сезоне. Первый фактор – это объем. Можно следующий слайд? На данном слайде мы представили балансы по трем основным масличным культурам. Собственно, левые два столбца – это показатель предложения спроса прошлого сезона 2021-2022. И вот эти правые два столбца – это показатели предложения спроса уже в текущем сезоне, наша оценка. Соответственно, что мы видим? В прошлом сезоне валовый сбор трех масличных культур – 23,2 миллиона тонн. Переработка и общее потребление масличных – 22,5 миллионов тонн. При этом мы видим достаточно серьезный рост для масличных, серьезный рост конечных запасов – 400 тысяч тонн до 1,7 миллионов тонн. Вы прекрасно все об этом знаете. За счет чего произошел данный рост? Первый фактор, как мы видим, достаточно серьезный – это сдерживание реализации сырья, сухостоваропроизводителем. И плюс ко всему достаточно серьезная высокая волатильность пошли на подсолнечное масло и широта. Соответственно, что делало нас, как переработчиков, достаточно аккуратными покупателями сырья и дозированными. То есть мы не имеем возможности покупать условно сырье, как раньше, на 3-4 месяца вперед. То есть наше колебание пошлины, оно может нас существенно уводить в убыток переработку. Что касается текущего сезона, объем валового сбора трех масличных культур. Мы прогнозируем 27,3 миллиона тонн. Объем потребления и переработки здесь такой умеренно оптимистичный сценарий – 26,7 миллионов тонн. При этом, как вы можете заметить, конечные запасы на конец сезона мы ставим также 1,7 миллиона тонн. Структурно есть небольшие изменения по подсолнечнику. Мы оцениваем чуть пониже, чем там было. То есть на начальные запасы по подсолнечнику порядка 1,2 миллиона будет порядка 800 тысяч тонн. Но по СОИ и РАПСу мы ожидаем существенный рост конечных запасов. Почему это происходит? Можно следующий слайд. С одной стороны, вот если мы стоим в начале сезона, условно 1 сентября, по РАПСу, 1 июля, какие общие мощности и какое предложение мы можем переработать? Мощности переработки в России в данном сезоне мы оцениваем в 30 миллионов тонн. Валовый сбор, то есть общее предложение масличных, которым мы можем переработать 27 миллионов тонн. С одной стороны, профицит сырья. То есть должна быть высокая конкуренция между переработчиками. Цены должны быть достаточно высокими. Но почему они, во-первых, были низкие и остаются низкие? В перспективе мы видим сейчас в СМИ много информации о том, что цены на подсолнечник впервые с осени начали снижаться. Что происходит на самом деле? Можно следующий слайд? Вот эта односложная логика, она для спекуляций информационных, наверное, хороша. Но с точки зрения, если разобраться, вот аналитики, да, вот эти 30 миллионов тонн, они, по сути, равномерно, пропорционально раздроблены по всему сезону. То есть, по сути, на каждый месяц, на каждый конец месяца, выбывает по 2,5 миллиона тонн мощности переработки. За счет того, что мощности не были дозагружены, опять-таки, сдерживание сырья, недостаточный темп реализации сырья, сельхозтоваропроизводительный, приводит к чему? Вот желтый график – это общий запас масличных культур в России. По январь, по сути, это уже фактические данные. А красная линия – это мощности, перерабатывающие, выбывающим итогом. Что мы видим? Что в марте 2023 года вот эти вот графики пересекаются. Что это значит для рынка? Это, по сути, значит то, что сырья в марте становится больше, чем отрасль может переработать. То есть, как я уже говорил, мы работали на 70% мощностей, остаток мощностей не может переработать. То есть, то, о чем сейчас в СМИ говорится очень много, мы об этом предупреждали в августе, в сентябре, может кто-то за нами следит на разных информационных площадках. Соответственно, за счет этого и формируется то ценовое давление внутри страны. Поэтому не так важен, например, рост на мировом рынке. Сырья в стране очень много. Вот, давайте так. Какое решение может быть данной проблемой? Ну, я бы мог говорить долго, что нужно увеличивать темпы реализации сырья по соответствующим ценам. Но вот Александр Валентинович сказал очень точную, короткую, емкую фразу. Продавать вовремя и быстро. Соответственно, в период массового слива сырья, уборки урожая, вот условно получили вы на 30% больше урожая, вам на 30-40% урожая нужно больше продать, чтобы потом не остаться в конце сезона с вот такими запасами. С учетом того, что у вас формируются рекордные запасы по зерновым, зернобобовым культурам, это еще вот помасличное дополнительное давление, как мы видим. Вот, собственно, первый фактор с точки зрения объемов, с точки зрения качества. Можно следующий слайд. Мы разбили на три слайда подсолнечник, сою и рапс, ну, по стандартным нормативным параметрам качества. Норматив 8,3,46, влага, ссор, масличность. Произвели выборку, насколько эта выборка репрезентативна, но мощностью в целом уэвка переработки масличного сырья около 4 миллионов тонн в стране. Соответственно, мы можем, наверное, с большой, высокой степень достоверности оценить тот объем сырья, который мы видели в первую половину сезона, оценить то качество данного урожая. По Южному федеральному округу в целом каких-то существенных отклонений по качеству нет, ну, чуть превышен ссор, это с влажностью такие взаимозависимые параметры. Центральный федеральный округ, вот здесь уже немножко поинтереснее. Тот объем, который мы видели с сентября по январь, с уже чуть повышенной влажностью. По Поволжье тот объем, который мы видим, это уже, можно сказать, с критическими показателями качества. Соответственно, по соевым бобам плюс-минус ситуация с влажностью остается аналогичной. Юг, центр, хорошо, там центр небольшого отклонения по тем объемам. По Волжье опять-таки мы видим достаточно существенное превышение. И по РАПСу. Ну, РАПС, что называется, проскочил. Все-таки уборка была несколько раньше, и не застал он тех погодных условий, которые сложились у нас и в октябре, и в ноябре. И, соответственно, показатели качества по тому сырью, который мы видим, достаточно хорошие по всем округам. Небольшая помарка, коллеги, что, как мы полагаем, что это все-таки оценка по тем объемам, которые мы видели в первую половину сезона. Мы полагаем, что вот этот объем, вот это качество, это лучше, скажем так, что было у сельхозтоваропроизводителя. Остальная часть оставшегося урожая, она все-таки может идти с более низким качеством. Ну, соответственно, влияние на цены вы сами можете предположить. Что касается третьего фактора, мы это определили как и для текущего сезона, и для следующего сезона. То есть это определенный такой, напротив, позитив. Представлен график с основными четырьмя динамика четырех растительных масел на мировом рынке. Соевая, рапсовая, пальмовая, подсолнечная. Мы видим, как рост вот здесь был по рапсовому до 2,5 тысяч тонн, а потом снижение, хотя язык не поворачивается, называть это снижением, это было просто вот обрушение рынка в начале лета. То есть снижение на 10-15% хорошо, но когда рынок снижается на 50%, извините, некоторые переработчики, ну, там за две недели, да, у кого-то была покрытость на два месяца, ну, сами можете понять, какая рентабельность на переработке у этих переработчиков была. Что из позитивного? Если мы вот в прошлом сезоне видели достаточно высокий диспаритет цен, то есть высокая разница между растительными маслами, то сейчас эта разница, вот если вы видите, в конце январь-февраль 23-го года, она сокращается. Чем это хорошо? Во-первых, тем, что те страны, куда мы сейчас перенаправили объем экспорта растительных масел, они являются чувствительными по ценам. То есть дешевле пальмовое, потребляем пальмовое, дешевле подсолнечное, потребляем подсолнечное. Соответственно, подсолнечное масло на рынке растительных масел становится достаточно конкурентным. И это можно видеть в том числе по объемам экспорта подсолнечного, всех растительных масел. Они, по сути, рекордные для нашей страны на данный момент. А вот что касается перенаправления поставок и тех стран, которые являются по ценам чувствительными, Тут тоже динамика и структура экспорта за три сезона мы отразили. То есть если мы видим, что дальние страны, мы к ним относим Индию и Китай, в сезоне 2021 занимали 34% поставок, в следующем сезоне снизились немножко, четверть поставок всех растительных масел, то в текущем сезоне за первые пять месяцев это больше половины объема поставок. Почему так произошло? Украина сейчас, поставляя огромные потоки масличных, сухопутными коридорами, малыми портами через дунайские порты Рейни и Измаил, просто забивает рынки ближних стран, вот Турция и Египет, где мы приоритетно занимали огромную долю рынка. Сейчас нас оттуда, можно сказать, вытолкнули, и в какой-то степени рынок так сложился и нас перенаправили на рынки дальних стран. Чем это хорошо? По сути, имея такие рынки, мы имеем достаточно высокий потенциал поставок и подсолнечного масла, и соевого масла, и рапсового масла на данные рынки. Рынок огромный с точки зрения спроса. То есть это ответ на вопрос, если вы вырастете много урожая, куда его девать? У нас есть две огромные страны, которые употребляют большие объемы масла. На данный момент, там, та же Индия импортирует порядка 15 миллионов тонн масел, а Россия всего лишь поставит, может быть, 2 миллиона тонн. То есть у нас огромный потенциал с точки зрения поставок растительных масел. Коллеги, на этом презентация в целом, аналитическая часть заканчивается. Ключевые тезисы, которые мы на протяжении презентации, вот я как бы говорил, еще раз, наверное, повторю. Что касается этого сезона, то, наверное, роста цен какого-то ждать, честно, не стоит. На данный момент, как я уже сказал, формируется профицит сырья во второй половине сезона. Мы все-таки ожидаем определенную доуборку урожая подсолнечника. Соответственно, мы видим высокую обеспеченность и по нашим заводам, и по заводам-конкурентам. Соответственно, те покупки, которые происходят сейчас или будут происходить, это уже то закупка. Это не массовый такой наплыв покупок сырья. Можно чуть-чуть объяснить? С другой же стороны, что будет ограничивать давление, профицитный баланс? На данный момент ценовой паритет между маслами, как мы уже сказали, он достаточно узкий. Соответственно, подсолнечному маслу дальше снижаться, по нашему видению, как бы некуда. Потому что мы сейчас на конкурентном уровне с пальмовым маслом, с соевым, с рапсовым маслом на основных рынках сбыта. То есть, это два таких взаимозависимых фактора, которые, ну, как бы нивелируют друг друга. То есть, можно сказать, что определенный боковой может быть понижательный тренд до конца сезона. Что касается пошлины, которая, наверное, многих удивила. В марте она появилась, работали-работали. И вот опять, 2068 рублей за тонну масла. И, что интересно, на шрот пошлины. Она выше, чем на масло. И если вы, допустим, сложите логистическую составляющую, допустим, до Китая, фрахт, страхование, военные риски, пошлину, то эта часть будет больше, чем стоимость самого, допустим, того же подсолнечного шрота. То есть, по сути, вот такая вот интересная модель ценообразования. Да. То есть, что появление вот этой пошлины и ослабление курса рубля, по сути, возвращает нас к этим вот осторожным покупкам, дозированным покупкам вплоть до конца сезона. Что является позитивным сигналом для нашего рынка, что огромные вот эти объемы поставок масличного сырья с сухопутными коридорами, морскими коридорами из Украины, он, по сути, скорее всего, оголит в определенной степени рынок уже к маю. Соответственно, спрос на нашу продукцию, наоборот, возрастет. Вот. Поэтому мы закладываем достаточно оптимистичные сценарии переработки вплоть до конца сезона и реализацию этой переработки. Ну, констатация, наверное, факта, что по итогам текущего сезона Россия станет лидером в экспорте подсолнечного масла, войдет в топ-5 экспортеров своего рапсового масла. С точки зрения таких вот предварительных, ключевых тезисов следующего сезона, как я уже сказал, бояться о том, что куда деть урожай, куда его реализовать, не надо. Реализация готовой продукции на данный момент уже быстро перестроена. Крупнейшие покупатели и масел и широтов мы заняли уже большую долю на данных рынках. Допустим, компания «Эвка» на четвертом месте по ставкам подсолнечного масла в Индию. Вот. Соответственно, с точки зрения внешнего рынка, с точки зрения внутреннего рынка, мы ожидаем запуск новых перерабатывающих заводов и модернизацию уже имеющихся заводов. То есть у нас сейчас в особой экономической зоне в Тольятти запускается завод «Миллионник». Его там уже не 30 миллионов тонн переработки, мощность, а в следующем сезоне 31 миллион тонн. И это я говорю только вот про один завод. Соответственно, проводим модернизацию, строятся заводы конкурентов. И вот этот вот момент, когда настанет профицит сырья, он несколько отодвигается. Соответственно, сельхозтоваропроизводитель в данном случае будет находиться в определенном, ну, лучшем, да, торговом положении. Но что, опять-таки, вот, как я уже сказал в самом начале, будет влиять? То есть сможем ли мы реализовать весь этот рекордный урожай, весь потенциал переработки? Это вот емкая фраза – реализовать вовремя и быстро. Вот с точки зрения выращивания я учить вас вообще не берусь. Вот с точки зрения взаимоотношений переработчика сельхозтоваропроизводителя мы приходим и пытаемся каким-то образом, в том числе и вам, рассказать, чтобы не попадать в какие-то ситуации, какого-то коллапса и образования огромных запасов масличного сырья в стране. Потому что абсолютно никому это не выгодно. По понятным причинам, если вы получите убыточную масличку, то посевы перейдут в какие-то другие культуры, и мы получим просто не до загрузки у заводов. Вот. Коллеги, у меня все. По презентации менеджера попросили добавить контактные данные. Если вам будет интересно, соответственно, так же можете связать. Максим Александрович, не держать урожай – это правило, когда высокий сбор масличных. Да, смотрите, есть такое, много где об этом писалось и говорилось, общепринятая торговая стратегия, скажем так, да, реализовывать 70% урожая в период слива и 30% оставлять на запас, как раз таки вот ждать какого-то роста цен. Вот это более-менее, ну скажем так, верная стратегия, да. Более умная стратегия – это вот мы вам показываем. Соответственно, есть мощности, мощности разбиты по месяцам. Соответственно, мы прогнозируя определенный валовый сбор и переработку в стране, можем примерно наблюдать, в какой точке мы где-то соприкоснемся и получим профицит, а где-то нет. Вот. Ну, если говорить об общепринятое – 70 на 30. Вот. Это общая такая. Вы такой график каждый год составляете, можно заранее с ним познакомиться? Ну, если мы примерно понимаем объем переработки, объем овалового сбора масличного сырья, то, безусловно, мы можем как бы об этом говорить. Но я же повторюсь, то есть мы приходим на какие-то коммуникационные, информационные площадки, ну, если бы пришел менеджер по закупкам вам говорить, вот тут бы, конечно, у меня с вашей точки зрения закралась бы какая-то нотка сомнения. Я немножко не об этом, да, мне нужно соблюдать объективность с точки зрения оценок. Вот. Соответственно, с точки зрения оценок мы вам показываем. То есть в данном сезоне у нас получается определенная вот такая вот ситуация в сезоне, которая оказывает давление на цены. Максим Алисович, вот если вернуться к вашей диаграмме, не совсем как корреляция сейчас просматривается, вот именно запасы и цены. Коллеги, здесь вы говорите о первых трех месяцах. Но мы опять-таки говорим о том, что, во-первых, существенный рост, и вот это приближение к этому графику, это и есть то снижение цены, вот посмотрите, до ноября, которое было. Но его не было снижения цены до ноября. Вы говорите по масличному? Это уже плату было. Нет. Ну, давайте тоже говорить о том. Ну, плату это 22-24 тысячи вы считаете, плату, да? Ну, вышли, да, на этот показатель, и дальше потом уже начали. Вот. И, соответственно, дальше вы видите... Сейчас будет падение. Вы видите, что в данном случае вот с ноября у нас запасы масличного сырья начали снижаться. И вот этот вот момент, что у нас нужно доубрать подсолнечник, он немножко перенесся. То есть, фактически мы бы получили вот этот профицит сырья или приближение к этому графику, к мощностям, получили бы его сильно раньше. Но мы его получим в марте, там, условно, в начале апреля, когда будет доубран объем подсолнечника. Это у нас личного сырья, который растал. Многие не понимают, что такое доубран подсолнечник. Значит, по Волсе, такие области, как Саратовска, дальше Самарска, они на весну убирают треть, на солнечко весной убирают. Поняли, да? Почему? Урожая добавится еще. Да, по качеству подсолнечника. Да это уже не имеет значения качества. Это алифы, это же не будет добавить. Да какая разница? Они это давит на рынок по-любому, как вы не поймете. Был бы у нас сырья дешевая, и все, пошла цена вне. Да, с точки зрения технологии переработки, ну, может быть, сейчас немножко расскажу тоже. То есть, вот этот кислый, так называемый, подсолнечник, ну, если там совсем показатели качества, не там влажность, не критическая, то это же вопрос дополнительной очистки, дополнительной гидротации того же масла или отстаивания. То есть, это не вопрос того, что мы не можем этого сделать. Это вопрос наличия мощностей. Это очистки. А сейчас нет, не алиф. То есть, мы можем условно переработать это сырье, но, соответственно, наши потери на данном сырье будут выше, чем на стандартном качестве. Что от нас потребует? Дополнительный затрат по переработке. Ну, формулу там, как это все рассчитывается, влажность, масличность, я бы уж рассказывать. Максим Александрович, скажите, на будущий сезон не угрожает ли нам избыток РАПСа, например? Все-таки РАПС считалась культурой, по которой мы конкурировались Европейским Союзом. Что стоит сеть, а чем не увлекаться? Можете? Смотрите, по РАПСу у нас очень интересная ситуация произошла. В начале сезона действительно были опасения того, что 4,5 миллиона тонн. Ну, давайте сначала 3 миллиона тонн, потом 3,5 миллиона тонн, 4 миллиона тонн, потом 4,5 миллиона тонн. То есть тут уже каждый накидывал, наверное, сколько ему душе угодно, скажем так, да? Уборка, ну, на уборку. Да, произошла уборка 4,5 миллиона тонн. Куда девать? Оказалось, нашлось, куда девать. В Китае достаточно активно сейчас китайские покупатели вывозят РАПСовое масло контейнерами. Мы увеличили в том числе отгрузки РАПСового масла в направлении Китая. То есть по сравнению с прошлыми годами это в несколько раз выше. То есть с точки зрения реализации готовой продукции, с точки зрения переработки, вот чем подсолнечник и РАПС в какой-то степени, ну, вот такие хорошие, да, культуры, их не надо бояться, да, технологический процесс производства не требует каких-то изменений конструктивных вот в заводах, в отличие от СОИ. То есть если по СОИ нужно дополнительное оборудование, которое там подрабатывается, да, то подсолнечник и РАПС, ну, эту культуру можно перерабатывать на одних и тех же заводах. И по срокам уборки, по скуплению сырья, они очень удобны. Да, дополняют, да, друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА